Блок с огоньком Привет, друзья! С вами Блокс ваша с Екатерины, меня зовут Виолетта, и это рубрика рецепты. Сегодня мы будем с вами заваривать Колумбию, Колумбию Ла Флорида. Это кофе от Рафаэля Айя. В этот раз мы решили назвать ее в честь региона, где находится ферма Рафаэля Айя. Это последний урожай 2020 года от Рафаэля Айя. Мы на самом деле думали, что это будет такой спокойный, ровный кофе, но на самом деле это оказалась очень яркая, неровная ферментация, чему мы, конечно, очень рады. Кстати, про Рафаэля Айя у нас есть уже очень много роликов про него, про ферму, в том числе про нашу ферму. Так что, если вам интересно, обязательно посмотрите другие ролики тоже про Колумбию. А мой рецепт на сегодня это 17,5 грамм кофе на 275 грамм воды температурой 96 градусов. Я буду делать одно предсмачивание и далее еще три вливания. Вот, помол на Малькёник Танзания 6,5. Если у вас другая кофемолка, как обычно, вы можете поискать ее в нашей таблице соотношения помолок. Вот эту таблицу можно найти в описании к этому видео. Так, сперва смачиваем фильтр. Так, 17,5 грамм кофе. 35 грамм предсмачивания. Начинаем с центра, расходимся по краям, не спеша вливаем. Ждем до 30 секунд и в 30 секунд выливаем еще 75 грамм. Также аккуратно начинаем с центра, расходимся по краям. В минуту 10 будем делать следующее вливание. Это будет 100 грамм. Теперь очень важно дождаться, пока вода полностью идет с поверхности и потом только уже делать следующее вливание. По моему рецепту это должно быть в минуту 55. И вливаем, соответственно, еще оставшиеся 75 грамм. Время экстракции должно составить 2,30, примерно 2,30-2,40. Примерно 2,45 получилось время экстракции. Давайте сразу замерим ТДС. Очень яркий кофе. Такой очень сливочный аромат. Виноградный, еще как молочный шкалат такой. В букете очень яркие такие винные ноты. Уже скорее ноты темного шоколада. Виноград, такой темный виноград. Тело очень чистое и кислотность хорошо выражена. Есть еще такие немножко алкогольные ноты. Здесь, наверное, как ликер. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в алкоголе, но мне почему-то кажется, что это ликер. ТДС нам показывает 1,34. По рецепту он должен быть 1,40-1,41. Но сейчас кофе горячий, немножко остынет и он наберет. А давайте пока перейдем к аэропрессу. В общем, как обычно, готовим обратным способом. Я буду использовать 15,5 грамм кофе. Температура воды у меня будет 91. И я буду вливать 215 грамм воды. Помол на Макюник Танзания 4,25. Как обычно, если у вас другая кофемолка, можете поискать ее в нашей таблице. Нет, с половиной. Я заранее смочила фильтр. Я использую два бумажных фильтра. Заранее приготовьте себе, куда вы будете продавливать аэропресс и ложку, которой вы будете мешать. Включаем таймер и быстренько заливаем. 215 грамм воды. Теперь довольно интенсивно мешаем. Мешаем до 50 секунд. Обязательно убедитесь, что у вас кофе не прилип к стенкам, нигде не остался. Теперь закручиваем фильтр. Переворачиваем и продавливаем. Примерно в минуту вы должны начать продавливать. Продавливаем до минуты 30. Старайтесь продавливать равномерно, постоянно оказывая давление. И как только услышали шипение, прекращайте. Сейчас ТДС показывает 1,45. То есть примерно то, что и нужно по рецепту. Из-за того, что я дарю пресс, сразу аромат такой более плотный. Очень сочный получился. В отличие от воронки, здесь я чувствую больше виноградных нот, ноты тропических фруктов. У нас все также есть алкогольные ноты, винные. Тело такое очень приятное. Не такое чистое, как в воронке. Но здесь кажется таким немножко как будто бы вельветовым. Но кислотный все равно очень ярко у этого кофе. И вообще этот кофе подойдет тем, кто любит что-то необычное, какой-то необычный кофе, не боится экспериментов, кто любит кислотный кофе. Такие вот рецепты на сегодня, друзья. Напоминаю вам, что у нас есть много роликов с Рафаэлем Айя, про его ферму, вообще ролики про Колумбию. Они очень интересные. Мы там были, кажется, 11 дней и очень много снимали. Поэтому советую вам посмотреть. На этом все. Пока!